Дорогие коллеги, гости, сегодня мы начинаем работу с семинара «Фейдного рейта». Я надеюсь, что многие из вас на сайте этой организации ознакомились с деятельностью ее. Сегодня у нас присутствуют ведущие эксперты из «Тернополюсгрупп». Мы особо благодарим. Они будут давать нам внешнюю оценку. Так, знаете, оценка – это не всегда бывает приятная. Так что, знаете, мы тоже, наверное, будем в какой-то мере болезненно реагировать. Ну, она, я надеюсь, будет объективной. Значит, если перейти к общей теме, это тема перехода к модели инновационно-предпринимательского университета. Знаете, вообще, в этом году исполняется 20 лет возникновения самого термина «Принимательский университет». Ну, Бертон Кларк еще в 1998 году в своей работе «Организационные пути перехода к предпринимательскому университету» использовал этот термин. Но сама модель восходит к 40-м годам прошлого века, когда в Соединенных Штатах, в Кремниевой долине, вот установились первые тесные взаимосвязи между университетом и бизнесом, и государством. В Европе бум предпринимательского университета начинается с начала 90-х годов. Например, как в Швеции, Норвегии и так далее. Но в Казахстане с опозданием чуть ли не до 2 десятилетия впервые эта модель стала рассматриваться, анализироваться, начиная с 10-х годов. Ну, университет Уран – один из первых казахстанских вузов, который поставил задачу перехода к этой новой инновационно-предпринимательской модели университета. Мы знаем, что трансформация к этой модели требует изменения, реформ как во внутренней среде, так и во внешней среде. Конечно, исходный пункт в любом вузе – это позиция учебного руководства университета. Какую цель ставит, значит, как последовательно проводят эти изменения. От этого зависит качество и содержание самой этой трансформации. Эти преобразования, значит, в первую очередь затрагивают сердцевину образовательного процесса. Это учебное методическое содержание. Так, меняется сам процесс преподавания. Начинают преобладать такие принципы, как проектно-ориентированность, междисциплинарный подход. Становятся актуальными такие задачи, как создание инфраструктур. В том числе, в том числе, создание бизнес-инкубаторов для студентов. Возникает такой новый институт, как институт фаундеров-преподавателей. Предпринимательский университет должен активно взаимодействовать с внешней средой. В том числе, с региональными властными структурами, бизнес-структурой. Налаживать конструктивные, взаимовыгодные взаимоотношения. В университете Туран все эти этапы, основные направления отражены в стратегическом плане развития университета. Ну и сегодня, наверное, мы будем давать оценку, на каком пути мы в целом находимся. В какой степени удовлетворены этим переходом, этой трансформацией наши сотрудники ВПС, АУ, студенты. Так как все это делается в конечном итоге, в первую очередь, для нашего основного продукта. Это для выпускника в университете Туран. Потому что в условиях новой модели конкуренции, инновационной конкуренции, наш выпускник должен быть конкурентостным. Поэтому он должен быть не просто с первого дня, быть простым, безмолвным, наемным работником, а творцом, создателем своего рабочего места и своего бизнеса. Поэтому мы еще раз благодарим сегодня наших модераторов и хотим услышать от них оценку. И надеемся, что они поделятся своим опытом. Спасибо вам за участие в этой работе. Поэтому нам, наверное, предоставим слово, да, вашим? Пожалуйста, представляться будут сами, да? Ну вот как раз я что здесь вычитал, вот как раз представитель технополис группы занимается тем, что производит оценку взаимодействия всех этих субъектов. И, знаете, в том числе и в предпринимательских университетах. И они уже из малого функционируют 60 лет на этом рынке. При этом у них богатейший опыт. Пожалуйста, please. Спасибо большое, доброе утро. Мы очень рады быть здесь сегодня, чтобы встретиться с вами. Меня зовут Ребекка Аленсон. Я директор технополис. I'm just going to say a few words about who we are and then we'll hand over to my colleagues to introduce us. Ну, буквально несколько слов, кто мы, а затем я передам слово своим коллегам. Технополис группа заработает по всей Европе в области оценки, науки, технологии, инновации. Наша основная деятельность – это конституционная деятельность. И мы работали на HE Innovate since it started with the European Commission and the OECD. Вообще, это организация EACH, EACH и Innovate. Она была организована в логике Европейской комиссии и организация OECD. Как первый Весректор объяснял, историю университетского университета очень длинной. И мы были привилегом работать с некоторыми экспертов вокруг Европы, чтобы подняться на эту агенду. Ваш уже проректор дал ему большой экскурс. Извините, развитие данной группы. И для нас это большая честь работать над данной группой. Мы очень рады быть здесь, чтобы поделиться на эту агенду и работать с вами. Основная наша цель, цель действительно, это поделиться опытом работы с нами сегодня. Я говорю «работать с вами», потому что у нас есть сессии сегодня, где мы очень рады, чтобы вы интервали, поговорили, поговорили и подумали, и подумали о будущем вашей университет в области в области. Я говорю «работать с вами», потому что мы же произведем специальную сессию, которую я предоставил на счет тоже, где мы бы хотели успешить телеорганизовать обсуждение, использование по инновационно-предпринимательскому университету. Я хочу предоставить слово Жужжи Жаборке, который является старшим комплектом, и затем слово Мартина. Доброе утро, спасибо вам за возможность, и здесь, и за приглашение по работе. Я Жужжая Волькам, и я веду этот проект за последние 5 лет, и я являюсь главным менеджером данного проекта в течение 5 лет. Ребекка уже говорила, что мы работаем с очень большим экспертами, а мы все еще не будем. Я думаю, что в данном случае будет полезным для всех. So, basically, you can see our first slide, and this is just about the agenda of today. Я хочу, пожалуйста, в данном случае, в данном случае будет заниматься сегодня. So, we would like to start with a different background on the project and the history of aging of it, how we got to where we are now. And then, Martin will present to you the results of the self-assessment completion we did earlier this year. We would like to then have a discussion with you to re-identify some of the strengths based on the self-assessment completion and potentially some areas for improvement. So, we already started to hand out some self-assessment and some post-it notes, so it will be really an interactive session with you. And we would like to finish this morning with some of the group work, and we would like to do some prioritization and action planning, so you have something to take away what you'd like to change for the future. So, in the afternoon, we understand that there will be external colleagues coming in to share their good experience. And basically, the idea is that we would like to engage in the discussion after the presentation to understand what are the main takeaways for you and how can you work together, collaborate in the future. But, before we start, let me just quickly introduce Martin. Hello, everyone. I just want to hear the comments of my colleague in thanking you for the opportunity to be here and to say that it's very interesting for us and very exciting as well to be in the room with you today and to have the perspective of not only presenting some things to you, but also hearing from you. Sorry. Oh, sorry. I fell at the first time. I'll just say a couple of words about myself. I think that my colleagues have already introduced the work quite well. So, I just say about myself that this is particularly interesting, because I'm interested in the way universities interact with their regional setting and their regional partners. I'd like to tell you all this discussion about our projects I'm here to play in 2017. Not only means universities interact with their留めて Продолжение следует...